Поставили вот эти, и поэтому жильцам деваться просто некуда. Возле второго подъезда дома на Георгиево 41 при всем желании больше не припаркуешься. Не дадут вот эти новенькие клумбы. Как выяснилось, установили их не столько для красоты, а как барьер. Вот только нужно ли это жильцам, спросить забыли. Управляющая компания, в принципе, берет на себя обязательства, игнорируя мнение народа, который, в принципе, платит ей за обслуживание. Но переживают собственники не столько за парковку, сколько за возможные последствия. Скорых еще не было, но, возможно, думаю, они будут мешать наткнуться в один прекрасный момент. Не знаю, так же и пожарные машины, и уборка снега не за горами. Так что не знаю, как это будет дальше, но жильцы не в восторге. По словам инициативной группы во главе с возмущенной Татьяной Лопатиной, барьер установили после обращения другой – жительницы дома в администрацию индустриального района. Татьяна Степановна, она переобувается у нас прям быстро очень в воздухе. Она до этого кричала, что их надо поставить. Она же настроила эту женщину с первого этажа написать в администрацию. Но единственное, чем мы все возмущены, что глава администрации Татьянин, почему он идет навстречу, не хочет ссориться с жильцами, это же делается за счет жильцов, соответственно, он не имеет таких полномочий. Почему установили вазоны без коллективного решения собственников дома, в администрации комментировать отказались. А вот в управляющей компании пояснили, просьбы установить околоподъездные барьеры поступали на протяжении двух лет. Таким образом, обращающийся хотел, чтобы автовладельцы ставили машины подальше от подъезда. Если смотреть, например, Санпин, то от фасада жилого дома автостоянки, вместимостью 10 и менее автомобилей, должны располагаться на расстоянии 10 метров от фасада здания. К сожалению, вот здесь это было нарушение, потому что парковались очень вблизи многоквартирного дома. Расстояние было там буквально 1-1,5 метра. Но любое действие на придомовой территории, пояснил юрист, управляющая компания обязана согласовывать с собственниками. Если таким образом с использованием клумб под видом благоустройства создаются условия для невозможности проезда транспорта, то есть одно по факту прикрывается другим, то здесь уже, соответственно, нужно провести исследование и в таком случае обращаться в суд. Пока жильцы надеются, что руководство обслуживающей организации уберет цветочное препятствие, не доводя дело до суда. В противном случае, говорят люди, будут идти до конца. К слову, компания «Эталон» за последнее время засветилась и еще в одном конфликте. В начале августа произошел скандал из-за незаконной парковки. Несколько жильцов засыпали щебнем часть дворовой территории и оградили себе цепями место под машины. Парковку, как и цветочные клумбы, управляющая компания установила без проведения общего собрания жильцов. После выхода сюжета об этой проблеме решили таки его провести. Но точка в деле еще не поставлена. Люди разбились на два противоборствующих лагеря. Заметим, что конфликты из-за захвата общедомовой территории в Барнауле происходят все чаще. Одни принимают решения, не спрашивая мнения других. Последние настаивают. Земля общая, а значит и распоряжаться ею нужно сообща. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.